Система ясна, нет? То есть вы хотите сказать, что это дано чуть-чуть и быстрее? А, вот, хороший вопрос. Кто задает? Ну-ка, вот, спасибо вам, молодец. Вот, допустим, я хочу вас прелезать. Ну, вот, хочу прелезать. Мне как, искренне поступать или делать вид, что я не хочу? А? Что мне делать? Как вы это считаете? А? Как, как? Ну, да, хочу прелезать вас. А? Какая разница? Ну, я хочу вас прелезать. Муж я не муж, какая разница? У меня такое желание. Что мне делать? Помолиться. Нет, мы сейчас об искренности говорим. Причем помолиться? Это я понимаю все, что это такое. Мы говорим об искренности. Вот надо честно, как бы, если в сердце появилось желание гафнуть на мужа, ну, вот это искренне как надо сидеть. Ну, просто. Искренне гафнуть и все. Так мы же такие, мои хорошие. У нас же искренность-то какая? Зверская, понимаете? Это же факт стопроцентный. Вот какая у нас искренность? Что у нас с искренностью с этой? Мы приходим, ругаем друг друга. И считаем, что раз это искренне, значит, так надо делать. Это очень важный вопрос. То, что вы сейчас спросили, я не хочу вас высмеять, потому что вы очень разумный человек. Вы спросили важный философский момент, потому что есть только два направления в семейной жизни. Одно направление — это делать все искренне, а второе направление — это любить друг друга. Это в принципе разные вещи. Вот смотрите, то есть некоторые стремятся к искренности, но искренность возможна только в чистых сердцах. Только святые люди могут искренне друг с другом общаться, все остальные ранят друг друга. Есть святые люди, а остальные люди делятся на две категории. Сейчас будет смеяться. Есть ёжики, есть пингвины. Ёжики — это люди, которые колят друг друга, потому что грехи у них действуют таким образом. Они колятся. Ну, им надо уколоть, потому что у них колючки. Ну, что делать? Они не могут, вот они тесно, когда начинают жить вместе, они сближаются в отношениях. Что происходит? Они колоть начинают друг друг, потому что они ёжики. У них искренность так выражается, чтобы немножечко кольнуть. Ёжики по природе. А пингвины, они просто топают вместе. Работают, приходят домой. Им они вообще не видят друг друга. Пингвины, они идут вперед и не оборачиваются. Посмотреть на них, они так... И всё. То есть, они не видят, что рядом кто-то есть вообще. Ну, немножко поджал, когда так отодвигаешься. А так идешь вперед просто. Вот, видите, кому-то хорошо пингвинам. Кому-то ёжикам, он говорит, а мне хорошо подкольнуть немножко близкого человека. У меня это хорошо. Мы как бы идем вперед, не обращаем друг на друга. Всё, вместе работаем, приходим домой. Приготовила покушать, муж поел, пошел спать, всё. Она тоже там своими делами позанималась, всё, вместе, живем вместе, но как пингвины. Рядом никого нет. Просто я делаю для мужа то, что делаю, он делает для меня, и всё. И мы живем так, идем в одной дороге вместе. Понимаете, только святость может дать человеку счастье в жизни. У ёжиков иголки отпадают, когда они со святостью всё прикасаются. У пингвинов сердца растаивают, а они начинают поворачиваться друг к другу. Вот так смотрят уже друг к другу. Никого не замечают. Поймите такую вещь, что есть два способа жить в целом. Один способ — это делать то, что тебе хочется, и считать это искренностью. А второй способ — ограничивать себя и делать так, как надо, и считать это искренностью. Потому что есть две философские позиции в целом жизни. Одна философская позиция считает, что искренность — это делать то, что хочется, и это называется любовью. Вот у меня есть вот такое чувство к тебе, ну вот так вот, что делать? А второе — это делать так, как надо, несмотря на то, что хочется другого. Например, мужчинам иногда хочется извращённого секса. Но есть священные писания, которые говорят, что таким сексом заниматься нельзя женщине. Это очень плохо, это разрушает отношения. И мужчина должен сдержать себе это желание и делать так, как надо. Интересно знать, что многие люди не понимают, что когда человек делает так, как надо, постепенно у него развивается вкус такой практики. Например, что правильнее — рано утром вставать или поспать? Да, кажется, что поспать правильнее, потому что выспался, пошёл. Но веды говорят, что если человек встаёт после того, как солнце поднялось, то у него психика разрушается, потому что солнце создаёт энергию радости и тонуса в психике. Поэтому человек должен встать раньше солнца, ну то есть, по крайней мере, в 6 утра. Когда человек встаёт рано, то у него в результате тонус становится счастливым, радостным. Если он встаёт поздно, то у него такой... Вроде бы спал много, всё равно не выспался. Потому что солнце уже поднялось, и оно начинает давить на психику. Оно не даёт нормально жить. Всем людям на земле хочется поспать с утра побольше. Всем до одного. Но если человек получает вот этот вкус раннего подъёма, кто из вас получил поднимитель? Вы счастливы? Вы счастливы? Кто получил вкус раннего подъёма, он просто радуется бесконечно жизни. Но всё равно рано утром ему хочется поспать побольше. Даже если вкус раннего подъёма есть. И поэтому человек должен найти способ. Самый лучший способ вставать рано — это призвать к совести себя. Поэтому голос старшего, когда звучит, тогда в этом случае он встаёт, уже просыпается. Я даже на запись дал своим слушателям звук, под который надо вставать утром с постели. «Вставай, проклятием заклемённый!» Такой будильник. Солнце есть. Есть тонкая энергия солнца, есть грубая. Тонкая энергия солнца переваривает пищу у вас в животе каждый день. Поэтому в обеденное время аппетит больше всего разгорается от солнца. Хотя его не видно. Давайте не будем отвлекаться. У нас очень важная тема. Если вы будете мои лекции слушать около года, вы всё узнаете. Есть много разных тем. И все они раскрываются очень глубоко. Давайте, если мы будем откликаться. Но вот сейчас у нас важный философский момент. Мы его должны обсудить. Есть два способа жить. Первый способ — делать то, что хочется. И люди считают себя свободными от того, что они делают. Это западная система. Свобода означает делать то, что хочется. Восточный метод говорит, свобода означает делать то, что надо. Когда человек делает то, что хочется. Вот алкоголик хочет пить. Он свободный человек или нет? Нет, он раб бутылки. Потому что он станет свободным, когда он сможет отказаться от своего желания. Вот когда он откажется от того, чтобы пить, тогда он станет свободным человеком. А так он раб просто своего желания. Если нам хочется колоть близкого человека, это не означает, что мы проявляем свою свободу. Это рабство желания. Но когда человек ограничивает свое желание делать глупости и ведет себя так, как надо, внешне это кажется искусственным поведением, как будто я лицемерию. Но на самом деле это и есть настоящая свобода и настоящая любовь. Сначала это все искусственно. Я вроде бы как бы киваю мужу, но на самом деле я с ним не согласна. Но придет время, и вы, естественно, будете ему кивать, потому что это естественное состояние женщины быть смиренной рядом с мужем. Это то, что ей нравится самой. Больше, чем нравится мужу даже. Потому что все ее желания при таком поведении в жизни выполняются. Женщина не может отказаться от своего желания. А мужчина не может принять, если с ним не согласны. Но мужчина всегда может отказаться от своего желания. Желание для мужчины, его личное, это вообще не проблема. Для женщины ее желание — это закон. Она не может перешагнуть через свое желание. Но мужчина не может перешагнуть через свое слово. И поэтому женщина и мужчина должны подчиниться природе друг друга. Как это делается? Женщине легко кивнуть головой, то есть отказаться от своего мнения, но сохранить желание в сердце при этом. А мужчина, если получит кивок от женщины, он своё мнение получает, он не может отказаться от своего мнения мужчины, это невозможно. Но женщина согласна с его мнением, но её желание прямо противоположное. Он говорит, мы платье в этом месяце не покупаем. Она говорит, я согласна. А желание платья осталось и никуда не денется вообще. Его женщине убрать из сердца невозможно просто. И она заботится о муже, ухаживает за ним и плачет по вечерам. Говорит, ты чего плачешь? Я согласна, что платье не надо покупать, но хочется. Поэтому плачет. А так как настроение во всём доме контролирует жена, во всей квартире, поэтому ему тоже грустно, когда она плачет, что и платье хочется. Он думает, блин, насколько можно это всё терпеть. Идёт и покупает платье. Всё? А если не скажет? А? А если не скажет? А это значит, что вы плачете мало? Ему не всё равно, он нервничает, но держится, понимаете? Мужчина не может быть, кто говорит, поднимайте руку. Это значит, что вы неправильно плачете. Есть два способа плакать. Первый способ – плакать на него, что он виноват. А второй способ – плакать на себя, я виноват. Когда вы плачете на себя, он вас жалеет. Когда вы плачете на него, он злится. Понятно, нет? Если вы платье, говорите, это я виновата, что мне платье хочется, и поэтому я плачу. Ты вообще не правильно всё говоришь, что ты молодец. Всё. Как он, как злиться? Но ситуация-то не решилась, настроения хорошего в доме нет. Что делать? Я спрашиваю вам, вопрос задаю, что делать мужчине в этом случае? Купить платье. Просто нет вариантов. Самое интересное, что такой подход к жизни мужчине тоже нравится. Поднимите руку к мужчине, которым такая система не нравится, который объяснит. Поднимите руку. А какая система вам нравится? Но в данной ситуации плотно, потому что женщина, получается, должна себя облудать, должна плакать, ждать чего-то. Да. Но вести себя такой, наоборот, по-оборот. Как вы говорите, когда идут заметили, чем комфортнее она себя чувствует, соответственно, лучше чувствовать, я готов, в связи с этим плодом. Но слезы из кем-то не нужны? Видите, этот мужчина, он согласен со мной, но еще больше, чем я даже ожидал. Правильно вы говорите, совершенно верно. Но мы говорим сейчас о крайних ситуациях. У нас победа над семейными трудностями тема. Мы говорим о той ситуации, когда люди не понимают, зачем слезы. То, что вы сейчас сказали, это золото. Это я так тоже делаю. Зачем слезы, надо сразу сдаться. Послушайте меня внимание. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Надо понять, что мужчина эксплуатирует весь этот мир. Весь этот мир мужчины эксплуатирует. А женщина эксплуатирует только мужчину. Ей не нужен весь этот мир. Ей нужен только мужчина. И она ждет только от мужчины все. Поэтому она наряжается для кого? Для мужчин. Она ведет себя красиво, нежно только для мужчин. Ей не нужно там революции совершать, отвоевывать острова. Ей нужен просто мужчина и все. Больше ничего не нужно в этом мире. И дети. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому если мужчина не делает то, что ей нужно, то объект ее желания становится недоступным. И в результате она начинает страдать неимоверно. Поэтому в отношениях семейных женщина всегда побеждает. Потому что она нуждается в тысячу раз больше в этих отношениях, чем мужчина. Мудрый мужчина всегда женщине уступает, зная, что это для нее, семья для нее создана, а не для меня. И что у такого мужчины в жизни происходит? Он тогда все свои силы в эту внешнюю деятельность, социальную, в работу свою вкладывает. А дома он уступает жене и создается атмосфера мира, гармонии и счастья. Большинство мужчин считают, что уступать женщине не надо, это унизительно. И у них не жизнь, а просто нервотрепка сплошная. Причина этой нервотрепки заключается в том, что мужчина просто не понимает, что такое семья. Семья означает, я дома уступаю жене, а внаружи как лев. Дома как заяц, а внаружи как лев себя веду. Но это не значит, что жена будет распущенной, потому что в нужный момент, когда принципиальный вопрос жизни семьи решается. Женщине не нужны эти принципиальные вопросы. Женщине нужно комфорт, это не принципиальный вопрос для мужчины. Женщине нужно, чтобы ласково говорили с ней, это не принципиальный вопрос. А вот если женщина говорит, мы сейчас продаем квартиру и едем в Симперополь жить, это принципиальный вопрос. И мужчина тогда в этом случае занимает такую тактику. Он спокойно, без эмоций говорит ей, нет, мы никуда не поедем. И она потом говорит, нет, поедем, нет, поедем, нет, поедем, нет, поедем. Но бьется обо что? Об стену. Потому что веды сравнивают характер женщины, это как река. И река должна течь куда хочет. Вот куда она хочет, туда она течет. Туда захотел, пожалуйста. Но внутри чего? Крутых берегов. Чем круче берега, тем легче женщине течь. Она потому что иногда на повороте залетает на берега, но не выплывает, не разливается по полю и не теряет себя. Когда женщина перешагивает через мужчину, умудряется через него перешагнуть, она себя теряет потом сама. Потому что объект ее деятельности она теряет. То есть женщина, она испытывает счастье, воздействуя на мужчину. Но когда она не может уже на него воздействовать, она через него перешагнула, она не знает, что дальше делать. У нее теряется способ жить вообще. Интересно знать, что когда мужчина аскетичный, это правило для жизни мужчины. Он должен рано вставать, делать зарядку, всегда какой-то спорт. У него должна быть, он должен контролировать себя в еде по вечерам, по утрам, кушать хорошо, в обед покрепче, и потом самоконтроль. Иногда пост совершать. Мужчина должен ограничивать себя в комфорте и так далее. Цель – стать сильным человеком. Он должен быть очень сильным внутренне, психически. И когда он становится очень сильным, берега крутыми становятся, женщина эмоции рядом с ним проявляет, ведет себя по-всякому. Потому что женщина не может свои эмоции контролировать. Это для нее как вулкан. Эмоции женщины – это и есть энергия любви. Эта энергия любви должна куда-то пойти. И куда она должна идти? В мужчине. Эта энергия любви имеет две категории. Она может иметь положительную, позитивную природу или негативную. Но это та же самая энергия любви. Если мужчина принимает и ту, и эту, значит, тогда женщина становится счастлива. Она может покапризничать с ним или, наоборот, посмеяться. Но если он и то, и другое принимает, она абсолютно комфортно себя чувствует. Потому что она не может только улыбаться, ей приходится капризничать. Потому что энергии любви по-разному действуют в женской психике. Так вот, знайте, что когда у женщины поворот произошел в желаниях, то в это время мужчине становится очень тяжело, потому что река заплывает сильно на берега. Но если мужчина очень крутой, тогда в этом случае, в этот момент он говорит «нет». Потому что женщина, она на повороте, ей хочется вылиться. А он говорит «нет». Но он говорит «это так спокойно, что она стучится, она пытается, пытается, но туда нет дороги. Она плывет куда надо». Например, женщина очень привязана к жилью. А у меня в жизни так получается, что надо переезжать с одного места на другое. Иногда бывает так. А жена, когда мы переезжаем, она как бы «все, больше я не могу, все». Потому что она только привязалась к этому месту, потом надо менять. И для нее это шок. Для любой женщины одинаково так. И один раз был такой интересный случай. Нам надо было переезжать. И жена говорит «давай еще здесь поживем». Я говорю «нет, надо уже вот туда переезжать». И она говорит «я здесь останусь». Я говорю «хорошо, а я поеду туда». И я начал собирать вещи, а она осталась. Но когда на следующий день я начал переезжать, она говорит «я тоже хочу собрать вещи и переехать, просто посмотреть, как там жить». «Ну я здесь буду жить, а там просто я хочу проверить, мне понравится или нет». Я переехал, разложил вещи. Она приехала туда, подождала один день, потом подходит и говорит «здесь даже лучше, чем там, в тысячу раз». «Но мы отсюда уже не уедем». Я говорю «да, да, мы здесь останемся, нормально». Классно так, женщины, да? А? Классно, когда мужчина твердый. Он в какой-то момент через него не перешагнешь. Или не классно? Психика успокаивается. Как в одном храме был настоятель очень твердый. И в храме не хватало масла. И все как бы подданные, они там начали шуметь, масла, масла не хватает. И он собрал их всех. И они говорят «надо масла больше пищи». Но они понимают, что нет куда денег брать, чтобы масло покупать. И он спокойно так смотрел на них и сказал «да, у нас будет больше масла». Все такие «а-а-а-а». Когда? Он говорит «чуть попозже». «Будет больше масла большими горящими котлами». И знаете, у всех пропал интерес к маслу совсем, вообще, то есть никакого масла не надо уже, всё нормально. Так работает женщина-психика, что когда нет вариантов, она успокаивается. Сначала подёргается, подёргается, успокаивается, но в целом она сильнее в отношении к мужу. В большинстве ситуаций она должна побеждать, её эмоции должны побеждать, мужчина должен уступать. Но есть принципиальные моменты, когда он становится как скала, и женщина тогда расслабляется. Но если он всегда как скала, то она его будет бить постоянно в его психику, потому что женщине не устраивает такая жизнь. Мужчина для неё становится помехой в жизни, а не помощью. В ведах всё в виде сказаний, чтобы человек лучше понял, всё в виде песен и сказаний передаётся. Это ведическая культура. Сейчас я вам сделал небольшое сказание. Один наставник, учитель, собрал всех своих учеников женатых и спросил, кто из вас не подчинён, подчинён своей жене в своей жизни? Делайте шаг вперёд. Все сделали, кроме одного. Рядом стояла его жена, и он не стал делать шагов вперёд. Тогда он подошёл к нему и говорит, что ты что, не подчинён своей жене в жизни? И он удивился очень, учитель. Значит, у тебя плохие отношения будут. Он говорит, учитель, я подчинён. Но жена, она меня уважает и сказала, не делай шагов вперёд. Я поэтому не сделаю. То есть мужчина подчинён женщине в семейной жизни, разумной. Как определить, разумный мужчина или нет? Если мужчина разумный, то он подчинён женщине в жизни. Но это подчинение внешнюю природу имеет. А внутри он как камень. У него есть свои принципы, и он их всегда соблюдает. Женщина об этом знает. И поэтому она очень благодарна ему за то, что, несмотря на то, что он такой сильный человек, мне он всегда уступает. И она его за это страшно уважает. Так ведут себя разумные мужчины. Глупые мужчины постоянно долбят женщин и сопротивляются их воле. И в результате создаётся ситуация, в которой невозможно жить. Потому что женщину невозможно изменить. Смотрите, у мужчины и у женщины, у всех людей есть внутренний психический цилиндр. Это наша основа, это фундамент нашего характера. Есть внешний психический цилиндр. Это так, как мы себя ведём. Интересно знать, что у мужчины внешний психический цилиндр, как камень, очень твёрдый. То есть в поведении, в привычках мужчина очень твёрдый. Он не может себя поменять. Например, мужчина не может поменять свои привычки, не может поменять своё мнение, не может поменять направленность своей жизни. Вот где он работает, там он будет работать. Его пытаться повернуть в другую деятельность невозможно, потому что он так вот будет жить. Если он, допустим, дворник по природе, будет пол подметать. Иди, устройся хотя бы трактористом. Нет, я буду это делать. Понимаете? Потому что так действует психика мужчины. Она во внешней деятельности как камень. Её невозможно поменять. Но внутри, в характере, мужчина очень мягкий. И это незаметно женщине с первого взгляда. Глупые женщины думают, что у мужчины психика как камень, и поэтому его характер не будет меняться никогда. Его поменять невозможно. Это полный бред так думать. Такие женщины, они свои песни поют. «Каким ты был, таким ты и остался». Это значит, что ты ничего не можешь с ним сделать. Потому что женщина с помощью любви меняет характер мужчины, как хочет, без всяких проблем. Внутри мужчина как пластилин. Вот заметьте, если вы долго жили с близким человеком, то вы никак не поменялись с женщиной. Вот как вы были, такими и остались. А муж поменялся очень сильно. Согласны или нет? А? Кто не согласен? Вы поменялись, он нет? Кто поменялся? Ну-ка, поднимите руку. Давайте сейчас мы поговорим. О, хорошо. В чем вы поменялись? А? Это внешне. Женщина внешне мягкая, покладистая. Она может уступать, может нежно говорить. Но внутри женщина не меняется. Я вам сейчас это докажу. Вот вы очень упрямый человек. Вы поменялись в этом или нет? Нет. Хорошо. У вас очень долгая память на события. Вы в этом поменялись? Нет. Хорошо. Вы мы длительный человек. Вы в этом поменялись? Нет. Видите, фундамент поменить женщине невозможно. Но женщине легко что сделать? Нежнее говорить с мужчиной. Мягче себя вести. Понимаете, вот женщина, допустим, поменяла работу. Она приходит на новую работу. Там другая обстановка. Другая беседа, другая речь. Другое поведение. Другие одежды надо носить. Ей легко поменяться, все это поменять? Вот так вот. Раз. Она уже такая, все. Она другая совсем в другом месте. Женщине легко на другом языке начать говорить. Очень легко. Она сразу там, сразу такая, «мэр камин», там, ну, то есть у нее речь там, становится английской такой. Мужчине, вот, допустим, сказать по-английски очень трудно. У нее русская речь. Почему? Потому что внешне, как камень, ему другую речь, начать мимику английскую, там, вообще просто невозможно для мужской пси. А женщина сразу пошла, как англичанка уже себя ведет. Почему? Потому что по-другому устроена психика. То есть во внешних вещах женщина очень покладистая. Она сразу же вот с мужем раз и ведет себя как надо. Вот как ему надо, так она себя ведет. Когда мужчина с женщиной встречается, женщина сразу подчиняется взглядам мужчины. И он говорит, а тебе нравятся вообще летчики? И причем она подчиняется, естественно. Ей всегда кажется, что так оно и есть. Она говорит, мне всегда летчики нравились. И она об этом вообще никогда не думала в жизни. И он думал, блин, какую я себе нашел подходящую девушку. И как раз летчики нравятся, а я летчик. Она говорит, а тебе нравится, когда мужчины вот крепкие такие вот? Она говорит, очень. Мне такие худые не нравятся. Мне крепкие нравятся. Я думаю, опять классно. И причем она искренне так говорит. Но если они вдруг разведутся, и она встретит худого тракториста, не летчика, то вдруг этот летчик, который развелся с ней, обнаружит, что ей понравился худой тракторист, а не летчик крепкий. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что женщина, она принимает то, что есть у мужчины, легко подстраивается, и ей становится это ее жизнью. Ей это все нравится, ей это все устраивает, и ей ничего другого не надо. Внешний цилиндр психический у женщины очень мягкий, подвижный. Он приспосабливается. Но внутренний, как камень. Вот если женщина обидчивая, никогда не перестанет быть обидчивой за всю жизнь. Невозможно это изменить. Если женщина, допустим, медлительная, она никогда не станет быстрой. А мужчина может стать. Вот если мужчина медлительный, поработает над собой, станет быстрым. Но если он тракторист, он никогда не станет инженером. Это невозможно. В деятельности мужчина не меняется, в характере меняется. Женщина в характере не меняется, в деятельности сколько хочешь. Понятно, да, система? И когда люди уступают тому, что неизменно, и принимают то, что меняется, они вступают в гармонию.